В списке 25 банков еврозоны не прошедших стресс-тест больше всего из итальянских 9. Результат хуже, чем у соседних Испании, Франции и даже Греции и Кипра, которые острее других переживали экономический кризис. Но сами итальянцы считают, что их банковской системе ничего не угрожает. Наши собственные корреспонденты в Италии Юлия Гончар расскажет подробнее. Девяти итальянским банкам, чтобы удачно пройти проверку, не хватило около 10 миллиардов евро капитала. Однако за последние месяцы семь проваливших экзамен сумели так и значительно поправить свое положение. Мы считаем, что это очень хороший результат, и он подтверждает надежность и устойчивость итальянского банковского сектора. Также надо учитывать, что этого результата банки Италии достигли без помощи государства, в то время как немецкие, испанские банки других стран получали от государства значительные суммы. Местные финансовые институты действительно сумели выжить в самых экстремальных за всю историю страны экономических условиях. Но тем не менее, пользуются доверием далеко не у каждого итальянца. Гарантии на небольшие суммы дает государство, но на месте иностранного инвестора я бы хорошо подумал. По крайней мере, итальянским банкам можно доверять. Говорят, надежные. В сложной ситуации сегодня в Италии остаются лишь два банка – Монте Дей Паски и Кориджи. Но это, по словам экспертов, для сектора в целом не критично. Чего не скажешь о банковской системе, к примеру, в соседней Греции. В списке двоечников по результатам стресс-теста вместе с итальянскими оказались три греческих финансовых института. За последние месяцы они не сумели сделать ничего, чтобы спасти. Это уже четвертая попытка Европы нащупать слабые места в собственной банковской системе. Непрошедший экзамен Цитробанка до 10 ноября должны найти способ справиться с аппетитом капитала. После этого они получат 9 месяцев на то, чтобы осуществить свой план. Кроме Греции и Италии, это касается трех банков Кипра, двух банков Словении, по одному в Германии, Франции, Португалии, Астрии и Ирландии. Ньюрия Гончар, Семена Горбе, Италия. Продолжение следует...